Олимпиады Олимпиада совпала с нашей Олимпиадой Олимпиады 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 И вечерний выход. Я знаю, что на площадке вашего конкурса также проходит фотовыставка, которая была заявлена еще месяц назад. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. Это 32-й конкурс «Фотомодель Дона». Это традиция, которая уже с давних пор, два раза в году, весной и осенью-зимой, проходят выставки. Они в течение месяца демонстрируются в различных залах. Это в последнее время было в Донской публичной библиотеке. Голосуют зрители, пресса, рекламные агентства. Это участники, начиная возраст до 3,5 лет, скажем так, и до миссис, скажем так, возраст, кому за 30. Тема интересная всегда подбирается каждый раз. Важно предоставить фотографии, из которых будет отобрана одна портретная 80% лица и одна игровая ростовая. Тема в этом году у нас была «Экология», поскольку закончился год «Экология». То есть нужно фотографу и модели в образе, скажем так, приближенном к этой теме предстать. И сегодня будут награждаться две номинации. Мы взяли вот как бы дети до 15 лет и более старшая категория. То есть это будет церемония награждения. Также вы организовали флэш-моб. Я знаю, что воспитанники имидж-элита участвуют в нем. Возможно, еще в других каких-то номерах сегодня. Как тебя ребята будут показывать и представлять? Флэш-моб – это у нас в спортивном выходе. То есть театр юных моделей. То есть вот такая замечательная суета спортивная. Девочки будут выходить с аксессуарами Олимпийских игр. В купальнике мы в юных лет никогда, так сказать, не одевали. Девочки не демонстрировали. Потому что в данном случае мы фигуру увидим через, скажем так, шортики, маечки. У нас маечки сделаны в форме, в виде символики российского флага с эмблемой конкурса. Ну и, собственно говоря, и опять-таки олимпийский огонь, олимпийские кольца. Все в этом духе. И самое главное, что бодрое настроение открывать нашу программу. Будет песня, написанная еще и спетая Магомаемом в прошлом веке. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». И девочки начинают с этого момента и говорят, что да, мы хотим и тоже своим талантам дать новые имена и открыть новые рекорды в конкурсах красоты. Какая система оценки и что получат самые красивые, самые талантливые? Оценки у нас, как всегда, они являются, скажем там, комплексным моментом. Конечно, в основе лежит эта творческая составляющая, уверенность, энергетика. То есть, когда ты смотришь, ну вот, то есть уже не обращая на какие-то мелочи внимания, да. Но при этом, конечно, каждый конкурсный эпизод ставится оценочка, высчитывается средний балл. От каждого жюри получаются максимальные оценки уже по… Все девочки, конечно же, получат, как всегда, титульные ленты. У нас победителей будет юная леди Ростова, юная леди Дона и леди Федерации. У них свои короны, у леди Федерации лента, такая российский флаг, такая мощная, красивая корона. Все девочки абсолютно получат олимпийские медали, то есть на веревочке, скажем так, с элементом российского флага будут медали с логотипом конкурса. Это тоже как элемент, скажем так, олимпиады. Ну и, конечно, различные призы, подарки, зонтики, там какие-то, скажем так, для косметики, по уходу за собой. Вот, и в рамках этого конкурса у нас мы являемся, имидж-центр является владельцем лицензии на многие международные конкурсы. И часть девочек получит титулы победителей национальных конкурсов каких-то, которые у нас есть, это будет уже живее определять. И получат возможности, право участвовать в международных конкурсах этой возрастной категории. Какие еще у вас новости, какие интересные события проходят сейчас в вашей жизни, в жизни ваших воспитанников? Или, возможно, вот сейчас вот только произойдут? Мы вообще этот год открыли презентацией «Альманах». «Альманах» – фокус и взгляд на красоту Ростова. Называется «Ростов-на-Дону. Красота без границ». Ростов-на-Дону в своем проявлении через фотографии, отдельные интерьеры, архитектура, здания, места памятные и так далее. То есть вот здесь практически пол Альманаха – это все посвящено городу. А вторая часть, она посвящена вся красавицам. То есть на развороте красавицы, одна красавица в разных, сказать, позировках и фотографиях и город. То есть с точки зрения эстетики восприятия, это очень красиво. Нет рекламы, нет никакой лишней информации, кроме того, что это за памятное место на русском, английском. И у девочки фамилия, имя, титулы. И тоже на русско-английском. То есть это возможность, как бы, если приезжают к нам гости, подарить этот памятный экземпляр. И будет понятно, что другого города такого, как Ростова, нет. И нет столько россиянок, титулованных больше, чем в Ростове-на-Дону. Это на самом деле так. Поэтому вот мы открыли этот год именно в презентации этого Ля-Монаха. Так что, если кому-то захочется его увидеть, пока вы не в центре. А так мы предполагаем, что часть тиража заберет город для вручения гостям. И часть тиража будут в магазинах донских сувениров. Там, где, собственно говоря, покупают подарки для выезда за границу. Спасибо большое, Елена, за диалог. Удачи вам, хороших вам мероприятий. Субтитры подогнал «Симон»!